Многосайтовость на одном домене. Данный способ позволяет создавать новые сайты, имея только один домен. Подразумевается, что сайты будут располагаться в отдельном подкаталоге внутри корневого каталога сайта. Структура файлов при этом не пересекается. Например, первый сайт будет располагаться по адресу company.ru.s1, а второй по адресу company.ru.s2. Также возможен вариант, когда первый сайт располагается в корне сайта company.ru, а второй в подкаталоге company.ru.s2. Рассмотрим процесс настройки многосайтовости на одном домене на практике. Для этого перейдем в административный раздел нашего текущего сайта. Список сайтов. В данном разделе у нас уже добавлен один текущий сайт. Посмотрим его настройки. Здесь особое внимание нужно уделить следующим параметрам. Это ID сайта. Название сайта. Доменное имя, которое при данном методе настройки многосайтовости остается пустым. Папка сайта. Текущий сайт у нас расположен в корне сайта. Поэтому здесь указывается путь к корню сайта. Название веб-сайта. URL сервера. Пучка к корневой папке веб-сервера. При текущей настройке он также остается пустым. Добавим в систему второй сайт. Поле ID сайта укажем S2, так как ID первого сайта у нас S1. В поле названия указываем название сайта. Поле доменное имя оставляем пустым. В папке сайта указываем путь, относительно корня, к нашему сайту. Название веб-сайта указываем второй сайт компании. URL – тот же самый домен. Путь к корневой папке сервера оставляем пустым. Выбираем шаблон для нашего нового сайта и сохраняем. Посмотрим, что у нас получилось. Так как папка S2 у нас была подготовлена заранее, то просто введем в адресной строке путь к этой папке. Наблюдаем, что у нас открылся второй сайт. Добавлен нами, у которого шаблон сайта отличается от шаблона первого сайта, который находится в корне сайта.